Завтра годовщина самых страшных событий в истории Приднестровья. 19 июня началась бендерская трагедия. В городе вспоминают не только о начале войны, но и о том, как бендеры покинули почти все жители, 100 тысяч человек. Люди несколько дней ждали, когда можно будет уйти подальше от стрельбы и взрывов, и только 23 июня по мосту через Днестр в сторону Террасполя потянулся бесконечный поток людей. Эти кадры сняты утром 23 июня 92-го. По рельсам из Бендер в сторону Террасполя идут люди. Мужики тащат вещи, женщины подгоняют в стайки детей. Быстрее кто-то в развалку, как обычно, а кто-то в припрыжку, чтобы успеть на рейс. И вроде ничего такого, если не знать, где и когда снято это видео. Возле моста женщины и дети забираются в грузовики. В кузове битком поедут дальше от войны. Никто не знает, когда вернется и вернется ли вообще. По отступающим, уходящим в Террасполь беженцам ведут огонь снайпера. Тысячи бендерчан уходят в Террасполь, чтобы спастись. Первый шанс безопасно убежать от войны у бендерчан появился спустя 4 дня после вторжения в город. Накануне были бои на мосту, а ночью молдавские самолеты пытались подорвать мост, сбросить на него авиабомбы, но не попали. Мост в итоге освободили, поэтому у людей появился шанс уйти. Очень много цепочкой шло людей из бендер. И вот там несколько совершенно молодых людей, ну где-то не старше 17-18 лет. Вот такие мальчики, три с рюкзачками. Вот, и вдруг бах-бах, я говорю, ложись. Люди бегут из бендер, а на фоне слышны выстрелы и взрывы. Идут городские бои. На крыше девятиэтажки сидят снайперы и стреляют по людям. Мальчик, с которым мы дружили, он со своим другом решились на такую безумную вылазку. И они пошли в Тирасполь через мост для того, чтобы купить продукты. Купили сметану и хлеб. Много. Вот, и пошли обратно. И уже когда они шли обратно, то они попали под осколки, Женю убили. Семьи оставались в Тирасполе, у кого были родственники, или ехали дальше, в Одессу, в Россию, куда глаза глядят. Даже в мирном Тирасполе детям давали билет в один конец. Родители не знали, когда в следующий раз увидят сына или дочь. И вот так в поездах провожали их на вокзале. Мама написала мне на бумажке адреса, телефоны каких-то родственников, бабушек, теть, дядь, которые где-то там живут в Сыктывкаре. И мне бинтиком замотали немножко денег. Вот. Месяц утрой. И сказали, вот, адреса, чуть-чуть денег и езжай. Численность беженцев, покинувших город летом 92-го, оценивается в 100 тысяч человек. Те, кто вернутся, больше никогда не увидят бендеры такими, как раньше. Денис Мартыненко, ТСВ.